все виды черных дыр включая найденную 2022 году ну само по себе название уже вдохновляет даже какие высоты науки сейчас перед нами раскроются люди поведают нам о найденных черных дырах они найденных от всех видов объектов которых в природе не существует которые физически невозможны логически невозможно что вот эти вот все объекты это полностью жульничество самого начала до самого конца мошенники и слабоумные нам сейчас поведают о таинствах достижения маразма смотрим все виды черных дыр человеческий мозг местами очень противная штука он устроен так чтобы постоянно тянуться к недостижимому и наибольший интерес для нас подсознательно представляют непонятные и труднодоступные вещи поэтому на земле млекопитающая млеет от непонятного ему становится прекрасно и хорошо поэтому он увидит всякую первую попавшуюся чушь на земле люди могут миллионами поклоняться знаменитостям не обращая внимания на красивых парней и девушек вокруг а в космосе нас больше всего привлекают загадочные черные дыры будоражащие сознание объекты которые человеческому мозгу тяжело понять собственно здесь ну прям вообще такой стар хороший человек ческому мозгу сложно понять они не смогли вышептать научным способом вот во всей научной литературе до сих пор не вышептан не механизм возникновения черных дыр не определение черных дыр они вот когда начинают вот открываешь определение википедии черная дыра это что-то такое с которой состоит из а б и ц вот а это такое а вы посмотрите по этой ссылке заходишь ссылку бы бы это такое такое вот начало а продолжение посмотрите по этой ссылке и так далее так далее вот такая вот длинная длинная копошня уходящая в бездну которая сводится к математическим изысканием в которой нет элементарной аксиоматике где люди даже определения не могут вышибнуть у них нет аксиоматике что такое искривление пространства все что гнется у пространства они не могут сознаться но на этом искривление пространства все построено весь вот этот блеф этого дом без фундамента вы построили вот кирпич такой поставили на много метров на землю и строите дом дальше кирпичи вас осыпаются осыпается вы дом строите такие все это вот это вот такая вот слабоумная чушь это люди вот это вот нас созидали и сейчас уже такие подробности виды черных дыр виды того чего нет вот если вы у человека был хвост у него бы были такие виды возле черной дыры хвост возле черной дыры на воображаемый хвост имел бы такие виды у хвоста то нету ребята человек это без хвоста без хвоста животное ну там есть какие-то аномалии там на много тысяч человек один хвоста ты попадется но хвоста фундаментального человека нет поэтому этот бред про хвост не надо и черная дыра ваша это вот такая же чушь здесь и под включается любопытство заставляя каждого смотреть тонны роликов о черных дырах и пытаться в них разобраться в ближайшие пару минут мы не будем повторяться и объяснять парадоксы и структуру черных дыр мы поговорим об их видах ведь черные дыры бывают разными до чего уж там они теоретически могут быть и белыми в общем устраивайтесь поудобнее друзья в ближайшие пару минут будет очень интересно хотя бы потому что четкой классификации черных дыр не существует прошло всего сто лет с тех пор как их существование было предсказано теоретически и всего три года с момента первой фотографии на данный момент официально подтверждены лишь несколько десятков черных дыр все остальные остаются кандидатами и рассчитаны лишь математически это вот так вот слушаю это мысль такая действительно человеческая цивилизация разделилась есть более-менее разумные да люди которые могут сосредоточиться пользоваться логикой есть люди вот которые вот ни в какую не хотят пользоваться логикой не хотят сосредотачиваться и мы живем в одном обществе на одной планете как-то может начать маркироваться обозначаться да какой вы здесь по политическим партиям да люди предпочтения туда или суда то же самое надо наверно по логике обозначать статус статус не подтвержден статус отсутствует статус привержен логике ну это абзац тут мы катимся куда-то в бездну мы вот на полном серьезе мы тратим время сейчас на обсуждение объектов которые не существуют в природе для чего мы это делаем это для того чтобы вывести из комы поехавших наших сограждан которые действительно в это верят вот он лежит такой под крючки полностью он верит в черную дыру это его статус он такой интеллектуальный статус я веру в черные дыры готов за них сражаться из-за того что мы балбесы насыпали в голову вот этого гноя порошка дебильного мы на это тратим время это вот наша цивилизация тратит время чтобы привести в чувство просто жесть 21 век это математика хороша и подтверждается в 99 процентах случаев но все же имея на руках такие скудные данные было бы глупо заявлять что мы можем составить четкую классификацию поэтому многие из видов черных дыр существует лишь на бумаге и для вашего удобства по ходу многие из черных дыр существуют лишь на бумаге они все существуют лишь на бумаге это вот я вам тайну открываю в реальность их не существует буду видео мы будем пояснять какие из упоминаемых нами черных дыр были подтверждены а какие на данный момент остаются теорией ну а начнем разделение даже не с черных дыр а с белых когда карл шварцшильд в 1915 году решил уравнение теории относительности эйнштейна и предсказал черные дыры многие ученые с был безграмотный энштейн был не понявший тему какой-то математик шварцшильд безграмотное чудо по результатам деятельности и он сосчитал вот насчитал безграмотное чудо сиреневые говорящие чайники они чего от этого появились во вселенной они не появились говорящих чайников нет вселенная не заполнена чайниками но если появляется толпа балбесов которые ищут эти говорящие чайники там сиреневые не сиреневые за каждым углом том наша цивилизация превращается в совокупность идиотов занимающихся нелогичной деятельностью он и сразу же задумались асимметрии ведь наша вселенная любит баланс на любую позитивно заряженную частицу найдется отрицательная на любую силу найдется противодействующая а если она еще не нашлась то только потому что наши знания физики несовершенны многие физики даже считают что суммарная энергия вселенной равна нулю настолько все сбалансировано и в контексте черных дыр ученые сразу же начали искать объекты им противоположные игорь новиков и николай кардашов математически их нашли новенького до вредитель такой вот весь гной нашей науки он кустился вокруг этого новика на него ссылали все эти лжеученые связанные за лже разделами математики и физики вот вся вот эта вот дурь у нас стране это вот как раз вот с этим новиком связано запомните что вот есть вот такой вот чудовищно вредное есть или нету его уже или есть неважно вот этот конкретный вредитель вот вредитель он остается быть вредителем неважно того жив он сейчас или не жив так игр этом а мор а мертвых только хорошо а мертвых только хорошо или правду вот неважно если ты этот человек продолжая даже после смерти своим заделом интеллектуальным разрушать нашу цивилизацию надо находить этого человека выявлять его вредоносность и показать где человек навредил энштейн навредил показывать это умер он не умер хокинг вредоносец рассказывает что это человек вредоносец что его деятельность причиняла вред цивилизации продолжает причинять нашли далеко ходить не пришлось точно так же как уравнение эйнштейна и шварцшильда предсказывают черные дыры предсказывают эти же самые уравнения и объекты им полностью противоположные их и назвали белыми дырами схема их работы проста если черная дыра засасывает вот есть маразматические объекты это черные дыры есть противоположные маразматическим объектам до белые они не перестают быть это просто обратная сторона маразма она та же самая слабоумие одни засасывают другие чё там у вас в это вещество и даже свет то белая дыра напротив выбрасывает все наружу если выбраться из черной дыры невозможно то в белую в свою очередь невозможно попасть в общем полная противоположность только в отличие от черных дыр существующие только на бумаге белые дыры математически могут существовать и подтверждаются теории относительности более того они могут стать ключом к тем подтверждаются теории относительности подтверждаются неподтверждаемой теории вот неподтверждаемая теория что-то подтвердило но это вот бред они вот зачем говорят что подтверждается. Подтверждается бредом. Более того, в научном смысле теория относительности это не научный материал. С точки зрения науки вот эта вот чушь не является научной. Значит, ее в научном поле не существует. Это секта лжеученых, деятельность имитирующая научную, но по сути таковой не являются. Те специалисты, которые ссылаются на теорию относительности, это мошенник. Вот в современном мире это жулик. Вот если человек, признанный бороться за чистоту науки, принес грязь, то это не специалист, это некомпетентное чудо. Их надо гнать со всех вузов. И ребята, вас погонят, вы выскочите как пробки из этих вузов. Обмаркировка предстоит. Лжеученый работал в таком-то вузе. К тем самым чревоточинам, позволяющим путешествовать по вселенной, как в Интерстелларе. Но, к сожалению, ни одна попытка поиска успехом не увенчалась. В 2006-м израильские ученые Аллан Реттер и Шломо Хеллер заявили, что гамма-всфлеск GRB 060614 был вызван белой дырой. Они же позже заявили, что Большой Взрыв, с которого началась наша Вселенная, тоже был вызван белой дырой. Вот это концентрация бреда. Большой Взрыв был вызван белой дырой. Вот Большого Взрыва не было. Это фальсифицированная теория. И он вызван фальсифицированным объектом, который является негативом другого сфальсифицированного объекта. Это вообще полная интеллектуальная раздробленность. Полностью такая медуза здравого отсутствия смысла. Это абзац. Но полностью бред. Вот чего ни коснись. Это 21 век. Это такая стыдоба. Полностью шарлатанство на всех уровнях. И смежные разделы шарлатанства. Дырой. Но вменяемых доказательств так и не поступило. Сейчас большинство ученых считает, что белых дыр в природе нет. Но не стоит забывать, что все звезды, планеты и галактики – это лишь че... Ученые считают, большинство считают, что сейчас нет, сейчас нет. Есть факты научные. Считаешь ты есть или не считаешь, что они не есть. Если факты говорят, что этих объектов в принципе быть не может, как ты можешь что-то другое считать? Как ты можешь считать что-то противоречащее научным фактам? Я, ученые, захотел так посчитать, что ли? У тебя нет вариантов. Черных дыр нет. Быть не может. Это научный факт. Ты не можешь как-то по-другому считать. Если этих объектов нет, если их теоретически быть не может, зачем ты о них говоришь? Лишь 4% Вселенной. Остальные 96, куда входит темная материя, мы еще не нашли. Так что бросаться громкими заявлениями они возможно. Ну, темная материя мы не нашли. Вот каждое видео – это перечисление глупости. Темная материя, темная энергия, черная дыра, кортовая нора, большой взрыв. Это просто современное такое средневековье, которое они вот из ролика в ролик повторяют. Вот их, не знаю, как их заставить работать, собрать всех, отправить куда-нибудь в Узбекистан, отдать им на поля какие-нибудь там тяпки, мотыги дать, чтобы они там капусту окучивали. Вредители. Заявлениями о невозможности белых дыр не стоит. Ну, а мы перейдем к черным. С ними с первого взгляда все безумно просто. Любую черную дыру можно описать лишь двумя характеристиками. Это вот товарищ Попов. Это современный пропагандон науки, пропагандист, пропагандэйро, жулик. Пропагандирует псевдонауку. Вот сколько людей, вот это вот. Сурдин, Попов, Виби, еще там несколько человек, которые издеваются над мозгом молодого поколения. Это мошенники. По результатам деятельности он должен сидеть реально в тюрьме. Он столько недостоверного контента ввел в наше информационное поле, столько вреда причинил. Вот это человек, который должен сидеть в тюрьме. Вот реально. Вот это жулики. Самые настоящие жулики. Ее массой и вращением. Вот и делят дыры согласно этим двум цифрам. Но это ошибка. Есть множество косвенных разновидностей черных дыр. О них мы поговорим попозже. А для начала все же ознакомимся с золотым стандартом. Он твердит нам о существовании во Вселенной двух категорий черных дыр в зависимости от их массы. Первые – звездные черные дыры с массой от пары до нескольких десятков солнечных. Вторые – сверхмассивные с миллионами и десятками миллионов солнечных масс. Черные дыры этих двух категорий мы уже нашли. И имеем документальный. Врет. Найти их никто не мог. Галлюцинации свои можно выдавать за что угодно. Вот ты сидишь без телескопа, глаза наждачкой протер, и ты нашел уже что-то. Сидишь с телескопом, глаза наждачкой протер, можешь что-то увидеть. Нет черных дыр. Любые ваши фальсификации, что вы любое пятнышко вы даете за черную дыру, любое отсутствие пятнышка на темном фоне вы даете за черную дыру. Нет оснований, все подтасовки, ни одного факта научного нет. Кроме ваших галлюцинаций. Стыд-позор. 4.20, ролик 20 минут. Просто жиготина, интеллектуальная, ничтожная. Кументальные доказательства их существов? Перерывчик что ли, чай пить в перерывах. Как это смотреть непрерывно? Существование. А сверхмассивные и сфотографировали. С ними все очень просто. Справочно сфотографировать черную дыру технически невозможно. Это не фотография в формальном смысле. Это фотошоп. Фотошоп не является доказательством существования какого-то объекта. Вот картинка нарисованная, неважно, кисточкой или фотошопом, это не доказательство. Это не фотография. Это доказательство вашего маразма. Что вы картинку, нарисованную человеком каким-то способом, вы даете за реально существующий объект. Вот это элементарная вещь. Картинка нарисованная не является доказательством. Не является свидетельством. Нет ни одного свидетельства, доказательства и так далее от существования черных дыр. Стыд-позор. Просто. Это та самая черная дыра, которая возникает у вас в сознании при упоминании темы. Обычно располагаются сверхмассивные дыры в центре галактик, где свои чудовищные гравитации... Обычно. Обычно располагаются в центре галактик. Обычное дело, черная дыра в центре галактика. Ну, вообще, конченая чушь. Нет ни одной черной дыры ни в центре галактика, нигде бы то ни было. Вот как вот так? Обычно. Обычное дело. Вы только бредите, они их начали недавно. Вот еще вот совсем немножко времени-то прошло, как вы бредите о черных дырах, и вас уже обычно. Гравитации влияют на движение всего вокруг. Команда телескопа «Горизонта событий» не так давно опубликовала эпичный зум в центр нашей галактики. А команда телескопа ESA дополнила его визуализацией вращения звезд вокруг черной дыры «Стрелец А». Скорость увеличена. Ребята, вы видите черную дыру? Давайте таки в экран смотрим. Черная дыра. Вот, вам только что не было видно ничего. Обычно располагаются сверхмассивные дыры в центре галактики, где свои чудовищные гравитации влияют на движение всего вокруг. Команда телескопа «Горизонта событий» не так давно опубликовала эпичный зум в центр нашей галактики. Зум. Зум. Доехали. Дополнила его визуализацией вращения звезд вокруг черной дыры. Вот, зум. Вот. Вокруг чего это у вас зум? Вам мерещится здесь черная дыра? Да. Какими она вот? Вот, вот, вот. Сидите вот такие. Глядите в книгу, видите фигу, да? И вам мерещится вот черная дыра. Вы ее увидели, да? Где она здесь? Вот на черном фоне черная дыра, да? Как вы? С препаратами ее увидели? С наждачкой? Как? С фотошопом, зараза. Вы только можете ее увидеть. Там, где ее нету. Ры – стрелец А. Скорость увеличена. И на самом деле… Просто мошенники, шарлатаны, мошенники. 4 минуты 50 секунд. Не хочу я больше это смотреть. Вот такая чушь, вот такая вот чушь, такая детская чушь. Такой позор. Для тех, кого с нами не было. Вот наши могут уже дальше не смотреть. Вот для тех, кто с нами не было. Откуда взялись черные дыры? Вот дурочки не умеют считать мерности пространства. Да, вообще не умеют. Вот картошку не умеют считать. Он считал, считал картошку. Раз картошка, два картошка, три картошка, четыре камень, пять камень, шесть камень. Он это все называет картошкой. То есть это идиот. Такой идиот попавший в науку начинает считать. Раз – мерность пространства, два – мерность пространства, три – мерность пространства, четыре – будильник, пять – плотность, шесть – еще какая-то хрень. Он не может сосредоточиться. Это дебил, который не может сосредоточиться и не умеет читать. Вот такой дебил однажды плохо посчитал пространство. Другой такой же дебил сделал модель пространства. И развилась дебильная отрасль людей, которые не способны считать картошку, не способны считать мерности пространства. И в результате вот этого слабоумного копошения они докопошились, что негнущийся объект, нематериальный пространство можно гнуть. А раз погнулось, значит, могут быть объекты такие, вот как черные дыры. Потомки их, последователи, они уже не помнят, что там в середине было, в начале теории. Им плевать, они как бы… Это просто как песенка, мы ее допиваем. Одни дураки нам спили. Начало, потом куплет, и вот мы 14-й куплет в этой песне поем. Они уже протерли им глаза наждачкой. Увидели такие черные дыры. Это галлюцинации дебилов. Вот дебилы развлекаются, им нравится видеть черные дыры. Захотели белые дыры. Малиновые дыры скоро увидят. Говорящие дыры увидят, что угодно они увидят. Там ребята в комментариях написали, прям хороший список такой, что дальше вот эти болезненные смогут увидеть и предсказать, и предвидеть. Как могут развиваться таинства достижения маразма? Это полностью лженаука. Стыдная, позорная, британская лженаука. Это англицкие дебилы. Транслируют ее на весь мир. Вот их достижения британутых, вот они вот на фактах. Стыд, позор. Держите голову в чистоте. Вот не общайтесь с этими дебилами. Не смотрите то, что они кажут. Разберитесь в этом сами. Это несложно. Посчитали количество мирности. Этот счет до трех. Каждый человек в состоянии сам сосчитать. Маразм мы не смотрим больше. Сегодня, по крайней мере. С вами был Виктор Катющик. Канал Научный Трибунал. Мы помогаем сохранить здравый смысл в нашей цивилизации. Подключайтесь. Как-то делайте что-то. Помогайте. С этим надо бороться реально. Вот это просто растление. Садомиты растлевают интеллект наших граждан. Научный трибунал. Будьте с нами. Мы победим. Мы эту штуку догрызем, добьем. Нас уже не один. Нас уже много. Мы что-то делаем. С вами был Виктор Катючек. Удачи, добра. Не слушайте бобра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету.